здравствуйте здравствуйте мои дорогие не знаю насколько мне позволит погода сегодня приступить к моей седьмой серии благоустройства пруда потому что посмотрите какое небо сзади вот оттуда ползут тучи и хотя по прогнозу туч не обещали обещали что у нас сегодня будет солнышко и но и сейчас светит солнышко одену очки то зрение плохое буду морщиться с очками не легче как-то смотреть на мир и туч не обещали но вы знаете такие тучки пришли пошел дождик а если дождик то будет размывать цемент сейчас я покажу вам получилось сделать вот я прям серёга установил этот установил фонарь и я еще под фонарь вот ложила получается вот эти вот эти камешки в принципе нормально все затвердел успела затвердеть и нормальный объем получился вот такую такой ряд камней меня получилось устроить сегодня я хочу пройти вот как бы вот это вот вот часть потому что вот здесь вот мне надо устроить ступеньку здесь я видите даже оставила хвост себе еще я тут хочу ступеньку потому что я хочу чтобы было удобно заходить в пруд чтобы вот так как по ступенечкам спускаться потому что тут не очень классная ступенька короче тут мои задумки вот что надел дождь снова налил нет у меня луж меня это конечно не устраивает и как-то я все-таки боюсь наверное сегодня начинать что-то потому что тучи потому что тучи не знаю с одной стороны очень надо побыстрее все делать потому что вот так вот выпривает трава под видите тут немножко полежала земля это уже трава выприла под клеенкой то есть надо спешить но ничего не сделаешь с погодой пойдет дождь и она же размывает она цемент это размывает то есть никак не как с цементом работать не будешь вот такие обстоятельства ну не знаю еще у меня есть работы конечно работы по укрытию гортензии потому что у нас ожидается заморозки мне крупнолистовые надо укрывать гортензии но укрывать их тоже хочется в сухую погоду а не в такую мокрую погоду вот если совсем не будет уж вот подожду придет эта туча если она будет без дождя значит я буду продолжать цементные работы если будет с дождем значит будем делать укрытие для моих крупнолистовых значит прудом не будем возиться дальше я вам говорила что я закупила коллекцию метельчатых гортензий смотрите как они красиво уходят в осень то есть некоторые вот смотрите с багряными листьями такими красивыми и мне их все сейчас надо подписать и пересадить большие баночки они в маленьких баночках подписаны ведь видите там подписи подписи есть вот бонфаер вот например да вот он бонфаер но мне надо все перепоподписывать и пересадить большие банки то пересадкой мы можем принципе в теплице заняться зашли в теплицу набрали туда грунта и там потихонечку пересаживай ну и выбегать в периоды когда не будет дождя выбегать еще например составлять крупнолистовые свои потому что в куп на листовых у меня и здесь и там еще немножко где-то вот сбежавшая невеста вот и здесь еще крупнолистовых вот немножко то есть есть у меня что есть у меня чем заняться работ не в проворот ой как красиво смотрите какой красивый это скумпия как она бордовая моя скумпия но она все время вот такая вот была да вот такого цвета а сейчас немножко ее подкраснил морозец и она как цветочки стоит такая яркая а вчера так интересно вот были когда на рынке пришла женщина и такая говорит ой мне так надо одно растение но у вас такого нету я говорю спрашивайте у нас много растений мне нужен лох серебристый вы наверное таком не слышали я говорю ну здрасте наш лошок серебристый вот он нас наш лох серебристый как это у нас лошка серебристого нету вот он нас наш красавец она так удивилась купила у нас нам приятно конечно было очень приятно что мы осуществили мечту у этой женщины и кстати очень много было покупок вот именно в тот день именно не гортензии обычно я уже привыкла что у меня гортензии гортензии все покупает только гортензии а у огромное количество покупок именно именно вот в разных таких растений то есть купили бегелы купили эту самую как ее господи ты боже мой как же тебя назвать забывать спирею вот спирея японская кстати испирея ивангута аргута тоже купили барбарисики купили то есть на удивление купили то что ну как бы не очень пользовалась спросом лопчаточку то есть нормально нормальды то есть мы рады ладно ладно разговоры разговоры слова к слову тянется разговоры стихнут скоро а работа останется поэтому неча разговаривать над надя сколько не крутись с телефоном и сколько не показывать красотищу работу за тебя никто не поделает поэтому красотища то красотища ну вот может и нет не такие может просто тянутся вот тучи вот смотрю они какие-то не вроде как и не дождливые поэтому красотища красотищей пойду-ка я все-таки размешивать цемент на пруд пойду размешивать цемент моя глядите еще икроп не замерз отчет он тут у нас заморские были смотрите какой красота ой у меня и малинка еще это кстати тоже на продажу стоят кусты что мы не завезем их так хорошо подросли тут в баночках а мы про них забываемся надо забрать съем я желтую малиночку да значит когда меня любимая моя кофточка я как-то про нее уже рассказывала в чуть ли не видео вот не могу от нее никак она уже вся рватая перерватая а я от нее никак не могу отвыкнуть потому что она и длинненькая попу закрывает и карманчик у нее есть куда телефон можно положить короче вообще не могу еще такую найти потому что все все равно не такое чуть 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 похоже но не такое у вас есть любимые вещи с которыми вы не можете расстаться напишите я все-таки влаживать пруд вылаживая я дальше пруд непца так приостановилась немножко может если капельки какие-то чуть-чуть капает но ничего думаю хоть чуть-чуть но продвинусь потому что на этой неделе на следующий у нас еще такое перемирие а потом уже и заморозки поэтому мне все надо доделать и тут пришел мне комментарий про вот этих моих кур которых я смеялась мне сказали надежда это ж не куры вы им хвосты вырастите и будут они жар птицами это будут жар птицы вот так я вам покажу видите и точно я подумала точно надо хвосты и у меня будут три жар птицы прям летать и летать но сейчас пока курами общепанными побудут а потом я сделаю жар птицы вот они мои девочки красавицы вот так и так выработала одну болейку вот уже сходила покушала и что еще хочу показать что еще сделала сейчас я намыла маленьких камешков себе вот видите помыла потому что они в глине для чего они мне нужны сейчас я покажу подробно как бы я сегодня уже как я камни улаживай и не показываю но вот показал кажу вам одну еще штучку видите тут у меня такая линия задекорирована это за декорирован вот видите это шланг такое белая пластиковая труба или синяя пластиковая труба когда она не сильно высоко выходит но не было у меня меня серёга такое выделил здесь будет лежать шнур к насосу и вот чтобы он смотрите вот так он доходит до воды как бы тут уже будет стоять водичка и даже если чуть-чуть он будет виден это уже не так страшно в принципе можно какой-то камешек приложить а можно не приложить но не страшно и это нужно для того чтобы как бы вот здесь же стоит водяной насос самом пруду и очень не хочется чтобы шланг с водой торчал отсюда вот поэтому вот так вот я задекорировала сверху приложила сверху приложила цемента и сейчас немножко вот добавлю декора чтобы вот не так откровенно было видно поэтому сейчас вот прям под подстыл немножко цемент пока я покушала и вот сюда можно добавить вот такие штучки вот таким именно малюсенькие камешки вот чтобы это было больше похоже на натуральное вот тот цемент не ложился был слишком слишком он такой влажный а вот так я сюда добавлю и все будет вот такая вот такая трубка за декорирована еще трубка получается как бы вот так никто не догадается в принципе вот еще можно вот сюда какой-то малюсенький тут слой небольшой поэтому большой камни не влезут а что-то такое что-то такое маленькое сюда можно можно добавить и так еще вот так вот так и нам такой немножко хаотический порядок может где-то где-то папа сильнее где-то побольше где-то поменьше этих камешков ну вот если вы не будете знать что тут лежит труба вы никогда в жизни не догадайтесь мы уже выработали все и отключусь а то руки грязные вот проблема съемок что даже отключить телефон невозможно потому что все время одной рукой держишь и начинаешь отключать вот давайте сюда вот сюда и вымазываешь красота все можно дальше работать дальше буду продолжать вот видите то же самое сложные места заделала вот тут еще не не заделала вот здесь вот хорошо что увидела но сюда я тоже мы хочу маленькие камешки положить видите видно тут лежали камни побольше ну здесь просто декорировал маленькие сейчас это вот добавлю маленьких чтобы было настолько много цемента все пошла работать дальше замесила третью болею только что и наверное на сегодня хватит выработай вот это что-то усталость чувствуется тоже как всегда вот чувствуешь что отбивать было тяжело камешки сначала потом было тяжело копать тяжело улаживать пленку но и ложить тоже тяжело потому что ты все время в наклоненной позе и все время надо быть внимательным всматриваться какой камешек лучше положить и короче тяжело вот уже вижу огрех один вот видите тут тут в этом месте надо цемент доложить вчера ночью ложила вот оставилась дырочка короче весь процесс весь процесс нелегкий весь процесс нелегкий но радует то что движется движется работа это конечно радует но все таки надо все настроить на то что если будет в вас пруд то поработать придется что это не будет просто так что вот на щелчок пальца вот так вот это не сделается то есть это настройте себя на работу именно на работу. Слава Богу, что нету жары, потому что если бы эта работа была, я затеяла летом, когда я вот думала, что перестрою пруд, было бы жарища, быстро бы очень высыхал цемент, и это было бы не очень хорошо. А так где-то ещё даже можно подойти, что-то подправить, потому что не так быстро схватывается цемент, и всё равно не так устаёшь, не так сильно устаёшь, потому что как-то этот самый... Лучше потеплее одеться, но чтобы не было так жарко. И заодно вам остеосперму мы свои покажу. Вот видите, остики. Был мороз, но они ещё у меня не подмёрзли, поэтому я их хочу сейчас завтра утром выйду и пересажу их в кадочки, и так я храню их. И вот там ещё у меня остеосперма другого цвета, сейчас я вам покажу. Я их ставлю вот сюда, в мой зимний сад. Зимний сад, это так называется круто, а на самом деле это никакой не зимний сад, это просто веранга в бане. В этом году все говорят, когда вы в баню пойдёте, а когда я в баню пойду? Вот с весны как началась вся эта котовая с растениями. некогда даже в баню сходить. Вот видите, какие остеоспермы бывают? Вот такие и вот такие. Вот надеемся, что две недельки ещё поторгуем, и потом уже точно в баню пойдём отмоем всю свою накопленную грязь. потому что как раз я к этому времени надеюсь, что я закончу пруд, закончу эту большую работу. Вот. И ещё тут бархатцы тоже не померзли. Так интересно, вот на одном и том же огороде, да, на одном и том же дворе. Вот здесь у меня всё ещё такое красивое-красивое, то есть здесь не было мороза, тут потому что горочка, а там вот за домом там такое и не стояло, там всё просто всё обмёрзшее, просто всё обмёрзшее. А вот ещё хочу показать Гехера, да, Гехера. Нет, не Гехера, господи, как же они называются эти так, Рудбекия. Нет, это Гайлардия. Нет, это Рудбекия, вот Рудбекия. Или меня поправьте, если я не так назвал. Ну, красивые, да, они у меня тут сами сеются в этом месте и сами разрастаются всё время. Красота какая, красота. Ладно, Надя, нечего тут, нечего тут туда-сюда бегать, надо дальше. Отвлеклась немножко, поговорила, всё, работай дальше. но работа движется. Конечно, всё, работы много, и я понимаю, что много, но всё равно она движется, она не стоит на месте. И слава богу, вот дождика и не было, кстати. Дождика и не было. Слава богу, что я сегодня не огородными работами занялась, а вот решила, что всё-таки надо здесь заниматься, заниматься этими делами, заниматься прудом. Поэтому продвинулась. Ладно, всё, пошла работать. Пожелайте мне удачи в бою. Красиво уже, смотрите, сколько так смотришь, так и вообще много уже сделала за два дня. Вчера я в это время герой Советского Союза была, ещё намесила две болейки с цементом. Сегодня я уже еле стою на ногах. Чё это, я подустала всё-таки улаживать камни. Это тяжёлый труд. Ну, сейчас ещё переверну камеру пока. Ну, всё, мои дорогие, уже даже носом шморгаю. У нас не это, у нас не тепло, но, слава Богу, хоть и передавали дождик, но дождика не было. Поэтому я поработала. Всё, мои дорогие, пока-пока. Энергия немножко подзаканчивается, поэтому, пожалуйста, пожелайте мне дальше удачи. Мне надо доделать этот пруд, поэтому, пожалуйста, скажите, что у меня всё получится и что я молодец. Всё, пока-пока. Да, не забывайте поставить мне пальчик вверх, но и про донаты тоже не забывайте. Да, спасибо спонсорам, которые подписались на мой канал, которые согласились быть спонсорами. Мне очень приятно. Спасибо огромное. субтитры подогнал «Симон» — субтитры подогнал «Симон» — субтитры подогнал «Симон» — Продолжение следует...